За последние годы селение Куруш стал центром этнотуризма, а также притяжение горного и экстремального туризма для гостей республики со всех концов страны, ближнего и дальнего зарубежья. Их привлекают уникальные созвездия высокогорных пиков главного Кавказского хребта, таких как Шахдаг, Базар-Дюзу, Шалбуздаг и Ерыдаг, по склону которого стекает Чараур – самый большой водопад Дагестана. Несмотря на возрастающий поток туристов, альпинистов и паломников, до недавнего времени в районе на должном уровне не была обеспечена их безопасность. Имело место много случаев получения людьми различных травм и увечий. С целью недопущения подобных трагических случаев было принято решение построить современную пожарно-спасательную часть с вертолетной площадкой. 17 июля 2022 года глава Республики Дагестан Сергей Меликов заложил первый камень в фундамент пожарно-спасательной части вместе с капсулой времени, посланием нашим потомкам, которые будут читать его через 50 лет. В торжественном открытии пожарно-спасательной части приняли участие заместитель председателя правительства региона Рамазан Жафаров, начальник главного управления МЧС России по Республике Дагестан Нариман Казимагомедов, глава Дакуспаринского района Магомед Шамилов и другие официальные лица. В соответствии с давними обычаями гостей под сопровождением музыки встречали хлебом и солью, символизирующими доброжелательность и изобилие. Открывая мероприятие, заместитель председателя правительства Республики Дагестан Рамазан Жафаров поздравил жителей с этим знаменательным событием. Кроме того, он выразил искреннюю благодарность Нариману Казимагомедову за его инициативу и за то, что он стал движущей силой в создании этого важного объекта. Особую благодарность заслуживают и его заместители, которые взяли на себя ответственность за контроль в строительстве части и обеспечили ее качественную реализацию. Под государственный гимн Российской Федерации были подняты флаги и прошла церемония разрезания символической красной ленты. Гости осмотрели здание и служебные помещения пожарной части. После чего перед воротами объекта под звуки сирен и аплодисменты присутствующих состоялся первый тренировочный выезд пожарного караула.